итак продолжаем вот это вы видите не видите вот доброго вечера здравия у меня что-то не это Блюнова Галина у меня что-то непонятное творится в Абрикосовом саду заложено 6 рядов по 8 штук получается 50 им прошел третий год прошлую зиму нормально вышли ото сна а нынче не просыпаются правда дело 9 привык но они не прижились правильно раз не просыпаются а нет мы привали годом раньше ладно Левляцкого у вас я видите какие письма выбрал Левляцкая область на некоторых обнаружила на столах при корневой зоне пропасть спящие почки и это радует что это за процесс с чем связано такое поведение Абрикосов пока наблюдаю может есть такой вариант как простимулировать Абрикосы к пробуждению может опрыскать или пролить под корень АНВ-01 вы как-то говорили что сталкивается с такой ситуацией я вам сразу скажу есть такое понятие мертвого припарка вот есть такое понятие как это самое вот я скажу сразу забегая вперед ничем не опрыскиваете ничего не проливаете под корень все это ерунда здесь проблема в другом давайте попробуем разобраться для этого мы вспомним это все разы год третий год прошел значит получается эти самые я уточнял специально уточнял и так косточки мои я почему зацепился это письмо мне нравится работать с тем где я маленько разбираюсь косточки мои косточки младжурские далее ну допустим их 50 6 по 8 округляем так значит и естественно что третий год это значит в двадцатом были посажены в двадцать первом росли и сейчас в двадцать второй третий год все правильно 20, 21, 22 смотрите как я рассуждаю причем рассуждаю шире или шире может и шире может и шире может и шире почему значит про симуляцию забыли смотрим на их итак это очень важно и рассуждать мы должны многие из вас потом все эти рассуждения запомнить и повторять при каждом удобном случае вы сами будете экспертами знаете какие эксперты я эксперт говорит и начинает такое нести околечиться что абрикос надо каждый год почти раза обрезать вот эксперт так вот это есть абрикос вот эти рядочки вы даже видите уже заранее что они посажены по железу на грядах вроде бы все нормально смотрим дальше еще раз я специально выбрал теперь смотрим на эти гряды вот они внимание вот мы ему конечно третий год уже казалось бы уже как взросли важно тут все другое вот я чувствую где-то тут собака зарыта вот эти фотографии теперь смотрим крупный план ничего не замечаете ну давайте смотреть вот здесь если приглядеться ну я потом специально приглядывался ухрупнял вот отсюда живые может быть до сюда а дальше не просыпаются скорее всего они мертвы и вот по этим словам смотрим следующий вот вот они просыпаются почки вот эта часть живая 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 и наверное где-то здесь они уже мертвы смотрим дальше сейчас поймете к чему я клоню не каждый догадается вот живая живая почка живая 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 где-то здесь прошло вот еще живая вот отсюда скорее всего мертвы ну для начала я всех успокоил как ну давайте еще одну глянем вот живая 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 вот отсюда вот посмотрели так и внимание посмотрели и теперь мы должны так рассуждать ну во первых если они все такие а скорее всего так и есть просто надо будет отрезать до живого замазать и дальше он пойдет расти кустом но абрикосы живы причем так как посажены правильно на холмы скорее всего они были посажены по корневую шейку все по железу и выпаривание не грозит и вдруг все наоборот не низ погиб а верх и вот тогда я начал что наша песня хороша вот хорошо что это письмо я люблю такие загадки смотрите что получается получается следующее двадцатом году вы посадили косики вы написали третий год двадцатом году косики наверное вы их садили не здесь наверное они росли отдельно в школке почему потому что это вот так вот вырастить очень нелегко сразу на постоянном месте допустим я прав и если я не прав то для многих все равно это будет наукой почему и так они достигли одного года и двадцать первом году были посажены то ли на эти нагряды вот смотрите то ли на гряды то ли на холмы вот видите то ли на гряды то ли на холмы вот допустим вы их я просто одна из догадок если они про все равно это учеба я предположил что они были посажены выкопаны естественно корни были нарушены и вот посмотрим вот скорее всего обрезка при посадочной была не сделана скорее всего тогда получилось так вот тех а это чухол и очень трудно поливать все скатывается и здесь еще плюс небольшая засуха и он начал это было посадили он был раз продолжал расти почему посадили полили вот но пришел 2001 если вот это не было отрезано как если допустим вот тут половина должна быть отрезана допустим явно этого сделано не было всего за третий год плюс один год пересадка так вот смотрим видите и скорее всего вот вся весь штамп был мне докормлен и 2001 году то есть в 2002 году он отмер столько сколько мог он был уже подпорчен то есть вот это до сюда он отмерз и теперь мне будет второе рождение это мое предположение откуда у меня такие мысли вот а вот откуда также если она скажет что это хотя не вижу следов обрезка такой мощный капитальный обрезка вот если она скажет или он это сейчас я не вспомню так что все таки обрезка была но может быть символическая была может небольшая а обрезать надо очень сильно и вот получается судя по фото становится становится остается только понять причину дальше я хотел рассказывать о причинах которых практически современной наука не занимается потом подумал подумал проеду я это все мимо вот проеду это мимо давайте о простых вещах говори вот одна из простых вещей много месяцев много лет но и не затрагивалась итак что такое обрезка а вот она была обрезка этот саженец в конце мая в дикую жару на рынке мне вручил владимир филиппев наш мастер-пудистик один из основателей саногорского феномена я говорю именно с огромным уважением с огромным громадным это человек легенда фанатик но легендой это если бы он мог бы быть если бы это самое воздали бы должное наука вот чиновничество вот таким людям и вот он уже в отчаянии не смог проводил строительство в середине дня дикая жара поговорили поплакали другу константинович возьми и дает мне прекрасный саженец вот я не дурак вот малый не дурак я значит взял отрезал две трети и все-таки я вспоминаю кто много лет меня знает когда ты эту фотографию показал то есть получилось так вот здесь вот что-то еще растет еще раз все это дико жара было так и вот здесь еще воленчика растет и растет и растет и растет дальше середина лета я слежу за ним вот здесь все-таки эта часть имеет право жить поняли почему я вот это вот советовал вот это вот отрезать по живому он еще возродится может возродиться и вот а здесь практически ничего нет почему эта часть не полна вроде бы видите даже здесь вот это на самой верхушке я еще отрезал вот они вот они казалось бы будет жить расти будет нет вот он не проснулся вообще но все-таки это очень показательная фотография из тех которые войдут когда-то в будущую учебницу вот а это не полноценная часть там идет загнивание только потому что я ошибся я должен был отрезать вот тут ну то есть на высоте ну скажем карандаша и даже в таком виде он у меня погиб возможно что если бы я отрезал тут вот тут вот возможно он бы не погиб вот вот теперь вы понимаете что нечто похожее скорее всего не утверждаю а вдруг скажет как-то обрезала а где я продажу вот видите дальний план да дальний план сейчас вот видите какой мощный рост и бог пошел нет а все-таки третий а что Москва третий год да третий год но похоже без обрезки пересадка была без обрезки я еще допускаю что это все было на постоянном месте тогда надо думать о другой причине вот другая причина самая главная знаете какая то чего ожидает любого абрикоса именно в городской области допустим яхвича мое предположение не верну допустим вот сюда косточка была посажена и она прошла не сопрела но высохолена погибла тогда остается вариант доснула проснулась доснула проснулась и наконец проснулась мертвой это уже в следующий момент это перепады плюсы на минус и скорости они случаются гораздо чаще вот все что я хотел сказать извините что долго а сказать просто я не смог я стою на этом потому что сейчас поймете вот это умнейший человек Борис Константинский мы давно не общались много лет назад поспорили это очень важно знать почему потому что есть люди которые просто нечего крону портить садятся полной кроной потом они болеют сразу вот а считается наоборот я калечу когда я сейчас крону поотрезу получается остаток будет наоборот болеть все таки огрызок в общем здесь два мнения вот мнение умнейшего человека давайте его прочитаем и предложение вопрос вы тоже а я кстати не мог шрифт увеличить потому что оно как бы как бы сказать ну вот так вот пришло я как не могу зачернеть вот главное вот видите вот не вылезти все поэтому я буду читать вопрос вы тоже понимаете так и предложение вопрос вы это про меня вы тоже понимаете варварство предпосадочной обрезки так почему бы не предоставить растению саму устанавливать себя у него есть такие программы на все случаи жизни и вмешательства здесь все кости кадров тут подобно играм слона посудной лапки это я усложняющую работу дерево вот ну и дальше идет объяснение я сейчас сразу скажу почему я с этим не согласен и уже сколько раз мы об этом говорили просто понимаете он привел довод который и вот так сказать меня не устраивает этот довод видите как вы понимаете варварство предпосадочной обрезки почему бы не предоставить растению саму устанавливать себя дело в том что варварство предпосадочной обрезки я это я придумал термин варварство предпосадочной обрезки он меня цитирует вот но дело то в том что варварство заключается в том что предпосадочная обрезка начинается с калечения корни вначале вырезается корни корни Колечится невероятно Ведь когда в горшке Продает Таня или Сергей Мы тоже режем Тоже Все таки перестануло место Страш страшный Корни немножко повреждаются Вылазят из этих дых И тоже количество Но уже режем допустим не половину А треть или четверть То есть сознательно Корней больше значит режут меньше Но что такое Варварство Оно начинается не с обрезки Кроны, укорачивания кроны А Обрезки корней И рад бы сохранить корни Невозможно Сколько раз было У груш, у абрикосов Вот такой корень Через дырки даже в горшке Я уже не говорю когда горшка нет Вот такой вот корень И уйдет на метр на два И начинаешь его что И рубить, 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 рубить Рубить, рубить Потом уже Слава Богу Хоть часть земли Удаётся Скором земли Фотографиям сотни показал Вот И всё равно искалечено И вот тут-то Варварство продолжает Уж коли искалечили кроны Давайте калечить Корни Давайте калечить крону Всё Вот мой ответ И Я уже раз показывал Ещё раз покажу Вот это вот Дерево И вот третий год А вот попробуйте выросить такое С полной кроной Вот его же Вот его же взять Если крону не обрезать А посадить Оно было бы в два раза меньше У него объём кроны Объём листьев И для меня главное Это Плосит листья Вот это Главный критерий Плосит листья Именно поэтому Никто никогда И к нему не приблизится Для того, чтобы Это мой сад Это мой сад Почему? Лишний раз Пусть попозирует Вот Это мы с ней Прививки делали А потом Лишнее Ну, ну, густо Переносили на новом месте Ну, согласитесь Третий год Третий год всего Кстати, оно уже Это цветёт во всю Так Я надеюсь, что Как-то не то, что Оправдался Я и есть слон Посудой лапки Пока коротко Можно ли мне верить Вырастил десятки тысяч саженцев Только своими руками Вы чувствуете разницу И тысячи пересадил Ими же Результат родился На все века Посталат Железова Чем сильнее Ампутировать крону саженца При пересадке Тем лучше Проживание Рост здоровья Срок последнейшей жизни Да, варуста Но разница Огромная И наоборот И отрезать крону Внутреннее загнивание О чём никто не знает Они не просто Медленно растёт И листик покороче И ветки покороче Нет Никто этого не знает Только один секс знает Извините за похвачь Патолого натом Отрезьте Поперек Посмотрите Загнивание Ещё в середине лета Уже всё больное А болезни Вы представляете Что это такое А дальше Внутреннее загнивание Болезнь Прижевременное Полотношение Угасание И гибель От ураганных Ветров И аномальных И даже морозов Понимаете Борис Вас и всех наших Других Понимаю Борис Вас И всех наших Друзей Психологически Это трудно Понять и понять Надо Или провести Эксперименты Самому И сравнить Или верить Так Вы же видели Мой фильм С полуторагодованными Абрикосовыми Гигантиками Будучи при посадке Однолетними И обрезанных Поколений Ну то есть У меня Сотни других Не только Это одна Поколения Вот Кстати По-моему Мы это Проходили Ааа Мы это уже Письмо Проработали А вот Почему Я повторил Это письмо Колодец На метр Потом Чуть-чуть Подняли Участок Спасибо За материалы Так Сад Живое Существо Спасибо за субтитры Алексею